Молодой педагог воспринимается отличным, потому что Вера, она вообще на несколько лет, на старше, и, ну, с ней общаешься как с ровесником, ну, так скажем, только с умным очень, образованным, грамотным, разумным ровесником. Я так честно вам скажу сейчас, до седьмого класса я не читала, читала только школьную литературу и учебники, всё. Прихожу я сюда, а вы тут начинаете обсуждать классиков, какие-то новинки, бестселлеры, а я вообще не разбираюсь в этом. И потом как-то я с того лета вот прям начала читать, вот действительно. Это первое, чему научила меня школа журналистики. Второе, я научилась правильно читать стихи, стала думать более логично, размышлять, научилась размышлять, вот так скажем. Много раз задание было такое на журналистике, дают фразу, надо подумать над ней, написать что-то, или там несколько слов нужно составить рассказ, и так фантазия, знаешь, развивается. Когда я прихожу на занятия, я понимаю, здесь надо будет сейчас работать, здесь я не смогу просто прийти и отсидеться, потому что Вера обязательно, обязательно придумает какие-нибудь задания, либо мне придётся выходить к доске и рассказывать о чём-то, о чём-то жестикулировать, брать вниманием зрителей, либо мне придётся читать вслух, развивать дикцию, речь, чтобы дома или в школе, я никогда себя сам не заставлю, я смотрю, вот прихожу потом домой, в школе начинаю читать вслух или рассказывать только у доски, я понимаю, насколько мне легко. Я даже когда устраивался на работу, я взял своего человека, который был на собеседовании, тем, что я раскрепостился, рассказывал ему легко, свободно, там речь мне была уже более-менее поставлена, я ему образно рассказывала, так, как нас учила Вера.